Здравствуйте дорогие друзья, с вами Виктор Дымбовский. Сейчас я нахожусь в шоуруме компании Европласт и это презентация коллекции Ньюар Деко, которую мы с компанией сделали в 23 году. Эта встреча посвящена сочетаниям деталей, которые вы видите сейчас перед собой. Возможно, вы когда-нибудь посещали мои большие лекции для дизайнеров, мои большие презентации коллекции, где я рассказываю, что один из главных плюсов коллекции Ньюар Деко, это то, что она по сути конструктор и предусматривает множество сочетаний элементов между собой. Мы даем дизайнеру возможность для творческой реализации. То есть мы не диктуем, как детали должны работать друг с другом. Мы наоборот таки расширяем возможности каждого специалиста и по сути конкурируем с гипсом, который до этого давал такие авторские решения. Потому что всегда, когда мы говорим о полиуретане, о композите, это всегда все-таки типовые элементы. Качественные, красивые, да, но типовые. И они предусматривают очень похожие, повторяющиеся решения так или иначе. Здесь же от сочетания элементов все меняется. И совершенно новый рисунок, новый образ. На выставке Mosbilt у меня были разные решения, разные зоны. И не все даже посетители, когда их вживую рассматривали, понимали, из каких деталей собран сложный карниз. Из каких деталей то или иное решение. И сейчас мы с вами посмотрим, какие детали играют главную роль в этих сочетаниях. Как это презентовать клиенту, дизайнеру, показывать прямо на месте. Потому что, ну, пока ты это не пощупаешь, ты и не поймешь. Сейчас перед вами вот такой вот плинтус 803. Но его особенность в том, что это не просто высокий плинтус. У Европласта вообще до этого было не так много высоких плинтусов. Это еще и карниз. То есть он одновременно работает в двух качествах. Мы можем его поставить вот так вот на обол. А можем как раз таки использовать его в качестве карниза. Но не только. Это как раз таки база для множества решений. Во-первых, к нему миксуются разные молдинги. То есть мы можем приставить к нему вот этот вот прекрасный молдинг с зубчиками, который создает прекрасный такой вот рисунок. И он уже полностью изменится. Помимо него у нас еще есть вот такие вот истории. Молдинги с таким циркульным рисунком. Они отличаются. Здесь они выступают сильнее и создают совершенно другой рисунок. У нас таких вот молдингов есть несколько штук. Они прекрасно работают. И как раз таки на выставке Мосбилд они вместе были представлены. И многие как раз таки спрашивали меня, где найти в каталоге вот этот вот карниз. А это два изделия, которые совершенно там по-разному могут работать. Помимо этого, к этому карнизу легко подходят кронштейны. И мы можем создать свой собственный рисунок. Создать рисунок из этих кронштейнов с разным шагом. Где действительно это такой вот модуль. И между ними может быть любое расстояние. И в этом расстоянии, например, появится декоративный элемент. Между вот этими кронштейнами. Из них тоже мы можем собрать свой собственный узор. Свою собственную картину. К нему же вот есть это маленькое изделие. Вот этот вот кубик. И его возможности многим непонятны. Но, посмотрите, мы можем, во-первых, его в горизонтали использовать. Можем в вертикали. И мы можем из них сделать свой собственный ряд. Где-то они прям рядом друг с другом идут. Где-то расстояние будет больше. Между ними опять могут появиться вот эти декоративные элементы. Которые я, кстати, предусмотрел и для угловых частей, сочетаний. У нас есть циркульные угловые элементы у коллекции. Есть циркульные во внешнюю сторону. А есть такие вот как раз таки с зигзагом. И вот как раз этот зигзаг прекрасно вставляется. Вот этот декоративный элемент. Делая композицию более изысканной. Более наполненной. Эта коллекция отлично подходит под все актуальные современные стили. То есть не только под ар-деко, нью-ар-деко, о котором мы говорим. Но и под современные стили, под контемпори. Она в целом в разных вариантах даже может смотреть в стиле 70-х, 80-х. Нео-Мемфиси, постмодернизме и так далее. Так вот, это первая важная история. Вот этот плинтус и карниз. И вот стоит показывать, к нему вот эти молдинги реально подходят. Но мы должны помнить, что они сами по себе отдельно тоже могут работать в интерьере. Это не обязательно только дополнение. Из них можно составить свой собственный рисунок. И у меня, кстати, в каталоге, я всем советую рассматривать его, понимать, какие детали где использованы, изучать их, смотреть вживую. В каталоге, где как раз-таки из этих деталей есть композиции и без карниза. Первая история. Помимо этого, у нас есть какие-то дополнения. Вот тоже этот молдинг, обратите внимание, он очень понравился дизайнерам. Очень большая реакция на него. Я даже сам удивлен, почему именно эта деталь так всем полюбилась. Он может работать. И как дополнение, то есть у нас вот идет вот этот молдинг, прям под карнизом, а здесь идет следующий ряд. И вот это расстояние вверх-вниз, оно от вас зависит. То есть не уже большой карниз или тонкий. Под помещение, под высоту помещения. Хотите по золотому сечению, хотите с точки зрения какого-то любого другого масштабирования, вы можете это расстояние определить. Вот. Они прекрасно тут с ним работают. Ну и из него тоже прекрасные рисунки составляются. Это важное такое вот ясное сочетание. Номер один. И здесь, опять-таки, я показал только самые очевидные варианты. Дизайнеры могут предлагать и свои дальше. Они просто должны понимать, что это очень легко. И не надо мыслить вот привычными какими-то историями с полиуретаном, с композитом. Нужно экспериментировать. Это то, что мне очень нравится. Следующее. Это панели. Ну, я думаю, вы прекрасно все знаете, что в рамках коллекции у нас вышли панели. Это первые три. Скоро появятся еще три, с которыми вы можете работать. Наконец, у нас есть панели, которые расширяют возможности бренда. Но тут тоже важно сказать. Мы вовсе не заменяем панели других компаний. Мы их делали не на замену. Мы создали совершенно новые предметы, которые могут использоваться так, как не используются панели как раз-таки у других компаний. Это моя любимая панель. Она асимметричная. Здесь такие треугольнички. И, во-первых, сделана она асимметрично таким образом, что мы можем ее поворачивать по-разному и создавать свои собственные рисунки. И мотивировать дизайнеров на вот эти вот сочетания, повороты. Как или иначе, чтобы они создали свою композицию. Не просто, а вот панель, мы ее поставили вверх-вниз, и она закрыла все стены. В реальности так никто не работает. Дизайнеры так никогда не работают. И у нас есть множество вариантов раскладки этих панелей. Опять-таки, какие-то идут от пола до потолка. Вы помните, что они действительно у нас грандиозных сейчас размеров, грандиозных высот. Мне кажется, это самые высокие панели, которые есть на рынке. И еще и самые глубокие по рельефу. То есть, у всех остальных более плоские панели. У нас они дают красивый, очень светотеневой рисунок и объем. Это тоже важно донести до дизайнера. Ни у кого этого нет. Но помимо вот этой истории, очень важно уметь рассказать о том, как эти панели интегрированы во всю коллекцию. То есть, это не отдельная коллекция Ardeco, New Ardeco и отдельные панели. Они ее неотъемлемая часть. И они тоже легко миксуются со всеми остальными деталями. Посмотрите на этот молдинг. Он вроде бы простой. На видео, возможно, вы и не видите его особенности. Но этот молдинг полностью повторяет элемент панели. Он полностью ей соответствует. И более того, он легко так с ней миксуется и стыкуется. Но мы можем его отодвинуть. Мы можем его отодвинуть дальше. Мы можем создать свой уникальный ряд из этих молдингов. То есть, мы можем панелью решить только участок стены. Прервать не в углу комнаты, а в любом месте. И дальше это пространство решить за счет вот этих вот молдингов, которые рядами идут. Или же из них можно сделать рамку, ну, привычную для нас. Потому что всегда трудно как-то увязать панели с привычным интерьером, с привычными раскладками. И обычно это не удается. Знаете, дизайнеры, они либо уже делают из архитектурного декора привычные композиции, либо где-то в современном стиле, в каком-то более экспрессивном интерьере, используют только панели. Отдельно. Вот тут вот у нас молдинги. Отдельно у нас панели. И многие даже не знают, как сочетать их друг с другом. Поэтому есть такой запрос часто, чтобы панель становилась на плинтус. И многие даже мне задают вопросы, почему у нас такие глубокие панели, почему они не становятся на плинтус. А потому что не нужно. Становиться панелем на плинтус. Она сама, по факту, такой очень уж высокий. Там 2 метра или больше, чем 2 метра у нас есть панели. По высоте такой плинтус. Вот. Нам не нужно ставить их ни на что. Во-первых, если нужен очень карниз. Опять-таки, вот, смотрите, они прекрасно стыкуются. То есть она подходит к нему и прекрасно с ним работает. Все панели с этим вот минималистичным, ясным карнизом сочетаются. Это первое. А во-вторых, опять-таки, представьте, вот у нас эта панель. Она решает всю стену или участок стены. Но остальные-то стены, они как-то тоже работают. Оставлять их полностью пустыми, ну, странно. Ну, потому что даже визуально это иногда странно. Одна такая перенасыщенная, а все остальные без декора. Да и нам выгоднее, чтобы там был декор. Ну, я думаю, вы все это понимаете. Как-то их нужно стыковать. Как-то нужно это сочетать. У других брендов как раз-таки они ставятся на плинтус. И этот плинтус идет по всему пространству. Ну, потому что стыковать стену и пол тоже большая проблема. Сделать идеальный стык без плинтуса трудно. Нужно как-то сделать. И посмотрите, у нас что есть, кстати. Это молдинг. Еще один, который стыкуется с этой панелью. То есть у нас есть вот такое вот поперечное сечение и продольное сечение. Посмотрите, вот эти детали как работают. Они втроем. Такая вот группа. Где, посмотрите, у нас вся стена от пола до потолка работает. А здесь мы берем и используем эту деталь как плинтус. Я говорил, что эти все названия внутри коллекции условные. У нас действительно есть карнизы, есть молдинги, есть плинтуса, есть декоративные детали. Но в реальности почти все вещи могут быть использованы и как молдинги, и как карнизы, и как плинтуса. И вот посмотрите, как она работает. Продолжаем. Это 2 метра. То есть она 2 метра длиной. Панель у нас вверх идет. А вот эта вот радость идет по городу. Очень простой монтаж. Очень простой стык. Та же самая глубина. То есть вы делаете интерьер без визуального шума. Нет множества вот этих каких-то лишних изгибов, лишней геометрии. Дизайнеры к этому стремятся. Дизайнеры это могли получить раньше только в гипсе. Когда они работали с полиуретаном, всегда были вот здесь панели, а здесь совершенно другие плинтуса. Здесь совершенно другие карнизы, которые где-то по-разному выступали, где-то по-разному как-то с ними зачитались. Смотрелось это не очень. Мы с этим справились. Это вот три детали, которые мне больше всего нравятся. И более того, в качестве вот такого молдинга прекрасно он работает как деталь вот этого карниза. То есть вариантов использования просто бесконечное количество. Вот я говорю, к этому карнизу очень много деталей подходит. Кстати, вот я вот эту деталь добыл показать. Посмотрите, она прекрасно работает и в таком качестве. Один образ. Или мы ее хоп переворачиваем, и она работает вот в этом качестве. Это вообще совершенно другое изделие визуально. Под вашу идею, под вашего клиента, под разных совершенно дизайнеров с их проектами. Вот. Это тоже такой важный очень момент. Вот эти сочетания. Я прям сам ими очень доволен. О чем мы можем говорить. Вот. Для вот этих панелей мы не сделали таких вот деталей. Ну, чтобы просто не везде их множить и повторяться. Но они, опять-таки, тоже прекрасно по своему силуэту, по своей глубине сочетаются с другими всеми изделиями. То есть они все прекрасно к ним подходят в стык. Все прекрасно с ними вот как-то сочетаются. То есть мы, когда их используем, вот мы стыкуем, у нас более всегда менее глубокие детали. Они отлично с ними стыкуются. Вот. Эти две основных панели. И еще у нас там скоро выйдут еще три не менее хорошие. Так. Эти я вам показал. Эти все тоже мы с вами посмотрели. Вот. Треугольнички. Мои любимые. Что еще в коллекции есть? О чем стоит говорить? У нас есть очень тонкие молдинги. Единственные вообще на рынке. У нас самые глубокие панели, самые высокие панели. И у нас самые есть тонкие молдинги. Их сделать технологически, кстати, очень трудно. Чтобы они были идеально ровные. Чтобы их не вело винтом. И компания Европласт, она действительно расширила свои возможности. И сейчас она единственная вообще на рынке делает их такого качества. Зачем нам вот такие тонкие молдинги? Во-первых, они дают уникальный графический рисунок. Они сами по себе очень интересные. Во-вторых, например, вот этот тонкий молдинг. Смотрите, он сочетается другим. Одинакового рисунка. У них одинаковое сечение. Вот с этой вот такой вот дугой. Они по глубине, как вы видите, одинаковые. Но они, смотрите, работают вместе. И мы можем создать вот такой двойной молдинг. А можем хоп! И отставить его на небольшое расстояние. На любое расстояние. То есть... А можем их два сделать. Дизайнер может составить свой собственный рисунок. Опять-таки, и они отлично визуально-то работают друг с другом. Это уже не случайные истории. Я сначала даже думал сделать двойной молдинг. Вот где будет такое тонкое сочетание, более широкое. Но мне не хотелось, чтобы он по глубине был слишком какой-то широкий. Чтобы этот выступ был излишний. Здесь мы этого избежали. И вот эта вот деталь тут прекрасно работает. Как завершение к внутреннему молдингу мы сделали еще и угловые элементы. А сейчас у меня их нет в наличии. Они так вот-вот уже будут. Мы их готовим. Это еще один тонкий, прекрасный наш молдинг. Я его тоже очень люблю. Он сложный по такому рисунку, по геометрии. И вот он как раз-таки работает отлично вот с этим широким. Посмотрите. Дизайнер любит ритмы. Он любит создавать свои авторские композиции. И как раз-таки для хорошего ритма всегда что-то нужно такое вот графичное, тонкое, изящное. И что-то более широкое. Как это вместе работает, как это вместе сочетается. Мы можем из нескольких тонких молдингов создать свой ритм и потом его завершить вот этим широким. Как завершение этих молдингов у нас есть прекрасные вот эти вот замечательные цветы лотоса симметричные. Они в этой коллекции тоже работают для создания уникальных решений. У многих брендов есть как раз-таки похожие детали. Вот этот вот распустившийся лотос или вот этот вот бутон лотоса. Но они у всех гораздо крупнее. Они у всех более-таки мощные. Из них можно создать красивую декоративную композицию. Это факт. Но в общем рисунки, лепного декора на стене, они никак не могут участвовать. Они всегда тоже отдельные. У нас они работают и как элементы декоративных композиций, как декоративных панно, а также как угловые элементы, как завершение детали. Это тоже есть в каталоге. Это одно из, кстати, моих самых любимых решений, любимых раскладок с участием вот этих вот распустившихся лотосов и нераспустившихся. Они тоже прекрасно сочетаются и опять-таки миксуются с этой коллекцией, со всеми деталями. Создают свои прекрасные рисунки. Так. Ну вот эти тоже вещи о них рассказывал. Они отлично работают как фрагменты декоративных вот этих всех уголков и как отдельные полноценные истории, которые могут как-то и молдинки дополнять, и карнизы дополнять. Тут все в руках дизайнера. Вот. Ну вот эти вот детали. Одни из моих тоже любимых, но они ни с чем не миксуются, они самоцельные. С них коллекция началась. И это такой вот плинтус, это к нему карниз, и вот это к ним же молдинг. Вы, думаю, уже как-то отмечали эти детали. И они как раз-таки у нас на логотипе коллекции. С них все началось. То есть, если их собрать вот так вот вместе, вот они как-то собираются, то они превращаются в силуэт небоскреба в Чикаго, которым я вдохновил вообще на название коллекции New Ardeco. Так. Все мы эти детали так посмотрели, основные. Это такое вот начало как раз-таки представления о сочетаниях. И вот за моей спиной стоят две вот этих грандиозных детали. Мы даже их не стали пилить для презентации, чтобы вы видели их объем. Это элементы камина. Я сделал два каминных портала, потому что, ну, любит в России клиент каминные порталы. Не важно, можно сделать настоящий камин или нельзя, они в ходу. Все их просят. Но не всегда весь интерьер классический. Не всегда там прям подойдет классический какими-то завитками камин. Хочется тут современное. И часто дизайнерам приходилось прямо из гипсокартона делать каминные порталы. Либо заказывать очень дорогие мраморные гипсовые порталы, что, опять-таки, повышало бюджет проекта значительно. Я сделал два каминных портала. Этот вот широкий. И это такой вот для небольших каминных историй. С чем их уникальность? В чем они отличаются от других каминных порталов? Вы покупаете не готовые, опять-таки, решения. Вы покупаете не вот этот P-образный вот такой вот камин. Дизайнер, клиент покупает вот такую деталь. Для полноценного камина им нужно купить три таких детали. В чем их плюс? Они режутся как молдинги, как карнизы по углу. И они могут быть разных параметров. Иногда сантиметр имеет значение. Иногда два-три сантиметра имеют значение для общей композиции. Помимо этого, они могут легко подстраиваться под совершенно разные электрокамины или биокамины. Никаких вот этих щелей. Знаете, это некрасиво всегда, когда вот этот электрокамин, а тут щель и вот этот вот типовой каминный портал. Здесь мы всегда его легко можем подстроить под необходимое решение. Этим они уникальны. Этим как раз-таки они отличаются от всего, что есть на рынке. Но мы опять-таки должны понимать, и это презентовать клиенту, презентовать дизайнеру, что для одного каменного портала вам понадобится таких три изделия. Купить и вырезать, собственно, состыковать все очень просто. Кстати, вот у большого здесь не просто ступеньки, здесь канелюры. То есть они вот с такой дугой, это никогда ты не сделаешь из гипсокартона. Мне как раз-таки хотелось такую историю сделать посложнее. И она очень красива по светотеневому этому рисунку. Я действительно на него делал большой упор, чтобы архитектурный декор очень красиво вообще смотрелся в интерьере. И этот каминный портал можно как угодно тоже покрасить, выделить какую-то зону одним цветом, выделить его целиком общим цветовым решением. Это тоже миксующийся, дополнительный элемент, который отлично работает. И если захотите, знаете, вот эти вот детали вы можете сюда поместить. Я специально их даже по размеру подстроил. Вы можете их вот так вот поместить, и у вас вот ряд может быть какой угодно. Камин будет уже иначе смотреться. При этом, если у вас на стене будут эти декоративные элементы где-то, сочетаясь с карнизом, и они же на самом камине. Это собирает интерьер. Понимаете, это совсем по-другому визуально работает. Когда одни и те же мотивы тут, и тут, и тут создает визуальную чистоту, подчеркивает авторский подход дизайнера, его как раз-таки вклад в проект. То есть каминные порталы, я надеюсь, вы будете все использовать, будете хорошо презентовать дизайнерам и своим клиентам. Я уверен, что все вам будут благодарны, потому что это действительно уникальное на рынке изделие. То есть у нас уникальные каминные порталы, у нас уникальные панели и сочетание панелей друг с другом, и вот опять-таки глубина и высота, и у нас вот эти вот тонкие графичные молдинги, о которых обязательно стоит рассказывать. Я говорю, на стенде все дизайнеры обратили на них внимание, насколько они отличаются от всего, что есть на рынке, и у нас очень много интересных решений с ними. Опять-таки авторских, персональных, которые дизайнеры могут нам показывать. И мы для этого и конкурс, кстати, запустили, чтобы дизайнеры предлагали свои варианты. Их очень много. Я вот обозначил самые такие основные, потому что даже какие-то детали я не показал, а они тоже прекрасно там работают вместе, они прекрасно там сочетаются. Или вот в том же самом каталоге есть сочетание деталей, где вот этот вот молдинг, он работает вот с этой деталью. Посмотрите, он с ней работает. То есть вы их можете сочетать совершенно по-разному, в разных комбинациях. Вот. Это моя попытка показать основные сочетания, основные миксы, которые есть в коллекции. Надеюсь, это было ясно вам и понятно. Мы будем выпускать дополнительные брошюры с сочетаниями, где мы будем подписывать артикулы, которые друг на другом работают. Они уже появляются. Но опять-таки главное, что нужно донести до клиента для дизайнера, что множество есть вариантов, и их реализовать очень просто. То есть просто и быстро, и при этом будет уникальный интерьер. Даже если один человек купит один и тот же набор элементов, то он его как-то разложит, соберет совершенно другую композицию. И дизайнеры будут отличаться друг от друга, проекты будут отличаться друг от друга. И такими небольшими доступными средствами получится, по сути, сочетание от кутюр. Это то, что надо донести. Это то, как надо презентовать коллекцию, показывать вот так же вручную человеку, который перед вами, как они могут работать. Так что удачи вам с продажами, удачи вам с презентацией коллекции и до новых встреч. До свидания. Продолжение следует...